В колонном зале Тульского дворянского собрания состоялась международная конференция «Наследие Алексея Степановича Хомякова. Современность и своевременность», приуроченная 215-летию со дня рождения великого русского религиозного мыслителя. Сегодня Тульское духовное семинарие при поддержке учебного комитета Русской Православной Церкви проводит международную конференцию, посвященную 215-летию со дня рождения Алексея Степановича Хомякова. Эта дата еще впереди, в мае, но очень хотелось заранее собрать научное сообщество с тем, чтобы в мае, возможно, и в Оренбурге, и в Воронеже, и в Иванове гости именно из этих и других городов присутствуют на сегодняшней конференции. Так вот, чтобы в мае представители и других городов вновь почтили память Алексея Степановича Хомякова. Это поразительный человек. И сказать только о том, что он основоположник славянофильства, это ничего не сказать. Это поразительный патриот. Это бескомпромиссно православный человек, который при этом очень умело, доброжелательно умел общаться с представителями других конфессий. Это замечательный семьянин, это человек невероятной эрудиции. И мне кажется, то название, которое мы предложили для семинарии, Алексей Степанович Хомяков, «Своевременность и современность» как раз и отражает то, в каком направлении будут работать три секции нашей конференции. Мы уверены, что наследие Хомякова абсолютно современно и очень своевременно. У нас выступают около 40 докладчиков, и это, наверное, найдет свое дальнейшее продолжение. Тем более, что и этому предшествовала значительная работа со стороны Туйской духовной семинарии. В течение года работал Хомяковский лекторий. В нем принимали участие и представители Московского государственного университета, и Института философии Иран. И продолжение следует, и мы его ждем с большой готовностью и с открытым сердцем. Дело в том, что наследие Алексея Хомякова – это не нечто, относящееся к истории русской мысли. Это сегодняшний день. Память о Хомякове, во-первых, конечно же, это знание того, о чем он учил, и по большому счету, чем он жил. Потому что вся его теория в области философии, теологии, она ведь полностью сбывалась с его жизни. Его жизненный выбор, он соответствовал его мировоззрению, и каждый его поступок отражал его мышление. И сама его кончина, которая случилась в связи с тем, что он, действуя под воздействием порыва своего сердца, приехал лечить крестьян, заболевших холерой, и от этого заразил, собственно говоря, и скончался. Она подтверждает, что его жизнь была полностью стремлена к поиску высшего блага и участия в его личной жизни в действии Святого Духа. Вообще, действие Святого Духа занимает в учениях Хомякова одно из важнейших мест и значений. Он учил о том, что Церковь, вообще объединяющаяся вокруг Святого Духа, его действия, является собой лучший пример соборности или жизни сообща, поскольку не лишь движение или влечение индивидуумов, которые объединяются совместными интересами или общностью взглядов, но еще и действие Святого Духа, как устроителя всякого бытия, созидает Церковь вокруг единого смысла жизни во имя Бога, во имя Вечности. И это проявилось в том числе и воздействовало на его жизнь в признании им верховенства любви над любыми иными философскими учениями и смыслами. Поэтому сегодня, когда мы говорим о том, что есть русская идея вообще, что есть сегодня смысл нашего бытия, мы можем открыть любой том Алексея Хомякова и найти ответ на эти вопросы. Это касается и учения Алексея Хомякова о России по отношению к западной цивилизации, самобытности русской цивилизации, в том числе и о том, что есть Церковь Христова, в том числе и о том, что есть духовная жизнь в Церкви Христовой. Я очень рад, что сегодня студенты, преподаватели нашего университета смогли приехать в Тулу, чтобы поучаствовать в этой конференции, многому научиться, поделиться своим опытом переживания, осмысления, опыта Алексея Хомякова. Пленарное заседание открыл митрополит Тульский Ефремовский Алексий, поприветствовавший собравшихся слов мира и любви о Христе. Чем так привлекателен в наши дни образ этого замечательного сына Церкви и сына нашего Отечества? Алексей Степанович учит нас не тому, как достичь модного успеха и быстролетной земной славы, а тому высокому призванию осуществить себя в содействии Божественной благодати, крестоподобной личностью, ради Бога и ради ближнего, творящей подлинное добро даже ценой своей жизни. Алексей Степанович открыто и бескомпромиссно указывал, кем и чем движется человеческая история, свидетельство и следующее. Современные положения явные, видимые на посетке сделают промысла, иначе оно непонятно, иначе оно невозможно для того, кому понятно. Наша вера помогает нам и сама выводит нас из своего грешного круга и уводит нас в Церковь. И мы подошли к самому главному, чему учат нас не слова и рассуждения Хобякова, а сама его жизнь и христоподобный ее венец. Как жить в Христовой Церкви? Как жить Церковью? Как все благоприобретенные знания посвящать Церкви, которая воспринимается и опытно переживается не как человеческая организация, институция и учреждение, а как единство Божьей благодати, радостоносно действующих людям, свободно и доброходно покоряющихся этому жизнеутверждающему действию триединого Бога любви. Именно так деятельно познается каждому и всеми ее членами церковная соборность, как живой богочеловеческий организм, главой которого является Христос Спаситель, по Божеству единосущный с Отцом и Святым Духом, а по человечеству и ненасущный совсем многомиллиардным подобством Адарма-Первоздарного. В контексте наследия Алексея Степановича нам важно принять и удержать одну такую, на мой взгляд, очень замечательную мысль. Для России возможна только одна задача – быть обществом, основанным на самых высших нравственных началах. Или иначе – все, что плодородно и возвышенно, все, что исполнено любви и соучастием ближнего, все, что основывается на самоотречении и самопожертвовании, все это заключается в одном слове – христианство. Для России возможна только одна задача – сделаться самым христианским из человеческих обществ. Прежде всего я хотела бы поблагодарить нашу Турскую епархию, духовную семинарию, за ту плономерную работу, которую они проводят по сохранению, изучению, популяризации деятельности Алексея Степановича Хривого. Мы многие мероприятия проводим совместные, это и конференции, это и творческие вчера, фестивали духовной музыки. И, конечно, личность Хривого, масштаб этой личности требует того, чтобы было пристальное внимание к сохранению его наследия. Мое приветственное слово будет очень кратким, поскольку у меня сегодня только первый рабочий день в должности ректора Турской духовной семинарии. Но я вижу особый знак Божий в том, что мое служение здесь, на Турской земле, начинается с участия в этой прекрасной, замечательно организованной международной конференции, посвященной памяти нашего выдающегося мыслителя Славинафила и православного богослова Алексея Степановича Хривого, наследие которого действительно представляет собой сокровищницу русской, богословской и духовной мысли. В судьбе и творчестве Алексея Степановича Хривого воплотились ведущие тенденции русской общественной и церковной мысли XIX века. Многогранность его личности поражается в современном человеке. Глубокий эрудированный мыслитель, философ, поэт и драматург, острый полемист, первый оригинальный русский экклезиолог, в то же время не чуждый попечением об устроении земного хозяйства. Более всего он известен как один из основоположников славянофильства. Трудно переоценить значение Хомякова для развития отечественного богословия, философии, для становления национального самосознания. Но особенно актуально и своевременно сегодня, во времена социальных, национальных и особенно церковных расколов, его учение о соборности, о том, что только соборность обеспечивает истинную веру, цельное знание и служит критерием истины. Международная конференция продолжилась работой по секциям, на которых участники форума обсудили актуальность богословского, философского и историусовского наследия Алексея Степановича Хомякова.